Пора сообщить в будущем у папочки хорошие новости. Эвальт, смотри, что у меня. Спасибо, дорогая, но я не просил градусник. Эвальт, присмотрись внимательно. Не может быть. Ребенок, ты и я, мы станем родителями. Ура! Вау, действительно, в животе ребенок. Нас теперь трое. Ох, Эвальт такой чувствительный. У русалки Лианы сегодня тоже праздник. Лиан обязательно обрадуется. Дорогой, мы скоро станем родителями. Ребенок, вот кого так не хватало этой семье. Лиана, мы будем счастливы втроем. Как узнать пол будущего ребенка? Конечно, пойти к гадалке. Она знает ответы на все вопросы. Здравствуйте, у вас тут так загадочно. Видите этот живот? Мне нужно знать, кто там живет. Дорогуша, ты пришла по адресу. Это перо расскажет твое будущее. Дай свою руку. А теперь сожми ладонь, кулак. Колдовство – дело тонкое. Главное не ошибиться и выбрать правильное заклинание. Вау, перо стало синим. И что это значит? Все просто. У Мишель будет мальчик. Но за хорошие новости нужно платить. Не тяни, дорогуша. Давай монетку. Тут такое дело. Мишель забыла кошелек дома. Дай пять. Спасибо за помощь. Ну вот, надо было брать предоплату. Русалки не доверяют гадалкам. Только медицина. Пора навестить доктора и сделать УЗИ. И это так щекотно. Посмотрим, кто поселился у мамы в животике. Конечно, ребенок. Только он с хвостом. Такого в медицине еще не было. Упс, как неловко вышло. Нельзя было пугать доктора. Это вам не подойти духом. Еще увидимся. Малыш с хвостом. Привидится же такое. Но это ведь был сон, правда? Как приятно сходить в кино с лучшей подругой. И фильм обещает быть очень интересным. Такой смешной. Эй, а можно потише? Ну, Лианус, Мишель уже не остановить. А вот это уже не очень смешно. Подруга, только не смотри на это. Ох уж эти беременные. Какая буря эмоций. А теперь еще и слезы. С этим нужно что-то делать. Но сколько можно? Это всего лишь кино. Помолчите хотя бы минуту. Здесь кто-то недоволен? Беременная русалка знает, что делать. Действуй, Лиан. Немного океанической магии. И готово. Почему молчите? Воду в рот набрали? Будете знать, как связываться с русалками. Так держать, подруга. Вау, сколько свободных мест. Теперь это ВИП-кинотеатр для беременных. Спокойной ночи, Мишель. Сладких снов, Эвальд. Ну, а беременный сон такой чуткий. Эта подушка просто кошмар. Неудобно. А почему так жарко? Мамочке нужен свежий воздух. Ой, нет. Холодно. Возвращаем все обратно. О, нет. Эвальд обязательно так громко храпеть. Бесит. Какая наглость. Да как он посмел? Эвальд, сегодня ты спишь на полу. Пока, дорогой. Увидимся утром. Лиане сегодня тоже не спится. Малыш просит чего-нибудь вкусненького. Пусть Лэй решает эту голодную проблему. Дорогой, я хочу есть. Срочно. Ради Лианы все, что угодно. Приятного аппетита, дорогая. Шоколад, газировка, мармелад, зефир. Он что, издевается? Не хочу. Беременные капризы? Это серьезно. Сейчас Лэй что-нибудь придумает. А как насчет тортика, дорогая? Нет. Остается только одно. Мороженое. Вот чего хотел малыш. Спасибо, дорогой. Упс. Случилась сладкая катастрофа. Все прячьтесь. В водном мире надвигается ураган. Лэй, это ты во всем виноват. Хорошо, что у мужа всегда есть план Б. Рыбный гипноз. Лиана, только спокойствие. Ты больше не голодная. Ты сейчас сладко заснешь. Уф, сработало. Это было непросто. Мишель, не отстаем, работаем. Спорт – это жизнь. Да, да, я сейчас. Но как тренироваться, если постоянно хочется есть? Надо брать пример с беременной русалки. Она не отказывает себе в кулинарных удовольствиях. Лиана, это вредно для малыша. Спорт. Вот что ему будет полезно. Попробуй, у тебя получится. Раз вы настаиваете, тренер. А Мишель начинает свою беговую разминку. Но почему так хочется спать? Мишель, ускоряемся. Беги, ты сможешь. Уф, это беременное царство уже не взбодрить. Но есть одна идейка. Мишель, хочешь вкусненького? Тогда попробуй догнать. Так уже намного лучше. На сегодня хватит, Мишель. Можешь отдыхать. Теперь твоя очередь, Лиана. Устроим небольшую пробежку. Попробуй догони эту вкусную булочку. Но у Лианы свой план. Зачем бежать, если можно прилечь? Вообще-то у русалок нет ножек, если вы не заметили. Уф, похоже, русалке нужны индивидуальные тренировки. Например, в личном бассейне. Работаем руками, Лиана. Так, держать. Сегодня грандиозное событие. У подружек гендер-пати. Кто же родится у Мишель? Сейчас узнаем. И это... Мальчик! О чем еще мечтать? Лиана, а теперь ты. Не томи. А у русалок особые традиции. Опускаем раковину в морскую воду и любуемся результатом. Это девочка. И будущий папа очень этому рад. Эй, Посейдон, а пойтише радоваться нельзя? Так и до цунами недалеко. Как же сложно выбрать себе обед. А вот Лиана уже знает, чего хочет. Официант мне устрицы. И побольше. Необычный заказ для русалки. Но клиент всегда прав. Приятного аппетита, дамы. Ох, какой аромат. Мишель, тебе нравится? А это точно можно есть? Запах совсем несъедобный. Лиана, эти деликатесы не по мне. Как хочешь, подруга. Мне больше достанется. Фу, как Лиана может это есть? Хорошо, что Мишель взяла с собой перекус. Быстрая лапша – вот лучшая еда. Подруга, а как это есть? Вилкой, конечно. Только Мишель кое о чем забыла. Нужна вода. Мишель, не волнуйся. Будет тебе вода. Для русалки это пара пустяков. Твой обед готов. Спасибо, Лиана. Ты настоящая подруга. Но с друзьями приходится делиться вкусняшками. Решено больше никаких устриц. Только лапша. Официант, унесите это немедленно. Лучше принесите побольше лапши. Беременный аппетит бьет все рекорды. А у Лианы сегодня гости. Мишель, располагайся и чувствуй себя как дома. Как дома? Ну уж нет. Тут такой рыбный запах. Лиана, срочно вызываем домработницу. Как скажешь, Мишель. Самое время воспользоваться волшебным трезубцем. Готово. Трудолюбивая помощница уже на месте. И работа ей предстоит нелегкая. С чего начнем? А подруги окончательно заскучали. Самое время повеселиться. Интересно, а домработница сможет помыть пол без воды? Сейчас проверим. А почему здесь пусто? Странно. Только что была вода. А теперь ее нет. Пранк получился, что надо. Но подружкам и этого мало. Продолжаем вечеринку. Забирай свою воду. Что за шуточки? Ой, а вода и правда на своем месте. В ведре. Только бы не выдать себя. Мы тут ни при чем. Честное слово. С меня хватит, я ухожу. А как же уборка? Нехорошо получилось. Надо остановить эту милую девушку. Понимаете? Это просто невинная шутка. Не бросайте нас, ну пожалуйста. Подруга, без хороших чаевых не обойтись. Тогда действуем. Морская магия уговорит кого угодно. Так и быть. Я продолжу уборку. И на этот раз никаких шуток. Все-таки чистота – это так приятно. Малыши вот-вот появятся на свет. И мамочкам нужно как следует подготовиться. Что если своими руками шить костюмчики для детей? Получилось неплохо. Малыши будут так рады. А теперь переходим к следующему пункту. Сделаем переноски для малышей. У Лианы есть мини-аквариум. Русалочке здесь будет так уютно. А у Мишели вот такая детская люлька. Стильно и компактно. Разве ребенку нужно много места? Пора приступать к декору. Больше тканей для мягкости и игрушек заодно. Лиана знает толк в водном дизайне. Ракушки и морские кристаллы смотрятся очень красиво. А вот у Мишели дела идут неважно. Малышу так будет скучновато. Подруга, ты мне поможешь, а? Конечно, трезубец всегда под рукой. Вау, жемчуг – это классика морского декора. Малыши, мы вас уже ждем. Когда становится скучно, смело бери в руки косметику. Лиана предпочитает яркие образы. Синий – ее любимый цвет. И побольше блесток. А у Мишель другой подход. Лицо должно быть белоснежным. И без муки тут не обойтись. Лучшая пудра на свете. Подруга, стоп, морской макияж – вот что сейчас в моде. Давай помогу. И результат получился, что надо. Мишель и Лиана теперь как близняшки. А вот и царь подводных глубин. Как понять, где его Лиана? Эта или другая? О нет, на этот раз интуиция не сработала. Да как ты посмел, негодяй? Я твоя жена. Дорогая, не кипятись. Я узнаю тебя из тысячи русалок. Так и быть, потом поговорим. Кажется, пронесло. Приставка – лучшее развлечение. И сейчас мы узнаем, кто победит в этой схватке. Удачи сегодня на стороне, Мишель. Не расстраивайся, подруга. В следующий раз повезет. Мне никогда не везет. А все из-за тебя. Лиана, я ни в чем не виновата. Неужели дружбе конец? Но ссору придется отложить. Малыши уже хотят увидеться со своими мамочками. Пора в больницу. Срочно. И счастливые папочки уже заняли свой пост. Скоро здесь появятся Мишель и Лиана. А вот и они. Самое сложное уже позади. И впереди сплошное веселье. Воспитание малышей. Ой, у нас тут младенческая ошибка. Срочно меняем детей. Вот теперь все на своих местах. Музыка. Продолжение следует...